Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Время ответов на вопросы. Сейчас 22.33. Поздновато, конечно, но лето началось. Днем 36 в тени, жуткая жара. Сейчас вот 27 на улице, поэтому лучше снимать ночью. Поехали! Вопрос. Дмитрий, как давно живете в Испании? Я отвечал уже в предыдущих видео, живу здесь четвертый год. Где купить такие очки? В магазине компания Хубла. Приобрел их лет 10 назад, наверное, когда собирался ходить в летнее время на яхте. У меня корочки яхтиного капитана есть. Дмитрий, в своих выпусках вы вроде как не используете Воки. Я, по крайней мере, не припомню такого. Как вы относитесь к Вокам? Какие вы, сотейники Скорды, Воки, предпочитаете? Чугун, алюминий, медь, керамик, тефлон и почему? Вока у меня здесь нет, потому что не купил. В России использовал Вок компании Бодрум. Был очень доволен. У него стеклянная крышка. Хороший он был тем, что на нем можно было готовить на индукционной плите. У меня в России тоже была индукционная плита. Удобный. Он тяжелый. Не алюминий точно. Чугун. Наверное, чугун. К Вокам отношусь с удовольствием к тяжелым чугунным Вокам. Потому что для не чугунов, для тонких нужна специальная горелка. В домашних условиях я не представляю себе такую конструкцию. Чугун позволяет запасти достаточное количество тепла. Поэтому годная штука. Сковороды я предпочитаю в первую очередь с керамическим покрытием. Тефлон значительно меньше живет в моих условиях. Нержавейка тоже есть, но нержавейку использую мало. Но это видно из моих видео. Дмитрий, снимай больше роликов про Испанию. Покажи интересные места, связанные с кулинарией. Успех в творчестве. Спасибо. А по поводу Испании. Да, пытаюсь снимать. Не очень получается. Потому что ходить с GoPro не очень удобно. Она дает не очень хорошую картинку. А тяжелые камеры таскать с собой, особенно по жаре, напряжно. Вот накоплю денег. Сменю камеру на какой-нибудь там Panas GH5. Там объективчик можно полегче, потому что все-таки сенсор поменьше. Возможно, будет побольше видео в Испании. Кого вы считаете хорошими авторитетными кулинарными блогерами-любителями в ЖЖ и на других платформах? Независимо от того, какой он в жизни, именно с кулинарной точки зрения. Исходя из вопроса, так понимаю, что речь идет о Сталике. Сталик мой хороший знакомый. Не могу сказать, что он друг или товарищ, потому что мы с ним общались практически только через интернет. В живую, в жизни виделись раза три или четыре, наверное. Кстати, камера, на которую я снимаю, я приобретал у него. Он как раз менял эту камеру на Хаслеблад, и я у него перехватил. Пользуюсь с большим удовольствием. Сталик для меня, да, авторитетный кулинар. Не могу сказать, что во всех вопросах без исключения, во всех блюдах нет, однозначно нет. Но в очень большом количестве блюд я на его мнение полагаюсь. Естественно, с оглядкой, естественно, со своим мнением. Но да, он думающий кулинар и думает, почему и как. И это правильно. Хорошие авторитетные? Да, еще не сказал. Я сейчас не вспомню всех. Но, например, в ЖЖ была такая девушка, женщина, не знаю, Марианна. Она закрыла свой блог, открыла на каких-то других платформах. Вот все, что касается выпечки хлеба, она очень авторитетна для меня. Кто еще, кто еще? Вы знаете, сайт kuharka.ru. И канал тоже есть на ютубе. Не вспомню, как это называется. Видео, как сделано, мне категорически не нравится. Просто безобразно. Что касается качества рецептов, очень даже. К тому же, эта девушка-женщина, блогер, имеет образование биохимика, по-моему. И, опять же, вот что касается работы с тестом, разбирается. Дима, здравствуйте. А если не секрет, кем вы работаете в Испании? Говорят, там кризис и очень тяжело с работой. В Испании очень тяжело с работой. Здесь кризис, и в Испании я не работаю. В Испании я живу, работаю в интернете. Мы источники дохода лежат в интернете и за пределами Испании. Так, топ-3 ваших самых любимых соусов. Самых любимых? Ну, наверное, из быстрых это алиоли. Алиоли. Для мяса больше всего мне нравится, я даже не знаю, как его назвать, на основе концентрированного красного бульона, домигляса, томатов, копченой паприки, винного или бальзамического уксуса, с луком, чесноком, прожаренный такой тоже, показывал в нескольких видео. Это второй вариант. И третий, что мне третий? Может быть, соус винегрет? Да, для салатов очень классно. Да, пожалуй, что так. Хотя, а можно четвертый? Классный, обалденный соус. Обожаю его. И когда получается взять свежую мяту, я его делаю. Это сальсаберде. Вот это сказка. Обожаю его. Я вообще люблю кислые вкусы. Дмитрий, кто в профессии? Инженер. Откуда вы столько знаете кулинарии и вообще технологии пищевых производств? Это мое хобби, мне оно нравится. И я читаю уйму специальной литературы, книг. Все оттуда. Дмитрий, какие вы смотрите кулинарные каналы, влоги на ютубе и какие интересные познавательные можете посоветовать? Так, повешу ссылку. Кассино Пара Амигас. Мне нравится. Лаконичностью. Испаноязычный канал. Ну, там все понятно, мне кажется. Изредка. Очень редко смотрю Джейми Оливера. В основном для вдохновения, для идей каких-то. Потому что то, что Джейми делает и готовит, мне нравится очень редко. За редким исключением. Не в моем вкусе его приемы. Очень нравится и часто смотрю Джанара Кантальда. Прям вот это, это моя еда, это прям класс. Редко, очень редко смотрю Гордона Рамзи. То, что он делает слишком, то, что я видел, по крайней мере, уходит куда-то в изящную, в китайчатину, мне это не нравится. Поэтому, если я какие-то его идеи и беру на вооружение, то, исключая оттуда вот эту вот азиатскую направленность, и привношу больше Европы, больше Франции. Составляя то, что мне больше по вкусу подходит. А, еще я смотрю иногда Дружа Обломова, но не как кулинарный блог. И даже, собственно говоря, его кулинарное шоу я смотрю крайне редко. Прям вот буквально, может быть, один раз в два месяца. Но вот его ответы на вопросы мне нравятся. Кстати, спасибо, Дружа, за твои ответы на вопросы. И интересуюсь, периодически смотрю, его эта муха не сидела. Что касается видеотехники, света и прочего. Ну, что меня интересует, в первую очередь. Он не кулинарный, в данном случае получается, да? Так, здравствуйте, Дмитрий. Меня интересует вина и с чем сочетать? Особенно херес и так далее, испанские сорта. Винный сегмент очень важен, но повара кулинара зачастую обходят эту тему и очень зря. С удовольствием бы порассказывал про винный сегмент, поговорил, но случилось страшное. Когда я сюда приехал в Испанию, я первые полгода, наверное, вино пил. Ну, как пил? Бутылка вина. Жена у меня почти не пьет. То есть, раз в месяц, может быть, два глотка. У меня бутылка вина уходила в неделю. Вот, ну, тоже смешно сказать, да? А потом как отрубила. Перестала нравиться, короче. И я практически вина не пью. В кулинарном плане его употребляю. То есть, добавляю во всякие соусы и прочее, а вот так вот пить нет. А вот пивко периодически, да. Кстати, жарко. А оно у меня только из холодильника. Безалкогольный, как вы понимаете. В такой жаре, даже ночной, сейчас не будет очень хорошо. Это темный, безалкогольный, лефи. Темный. Бруни, или как он называется. По поводу виноградников. Здесь, здесь совсем рядом, в Холоне, есть целая виноградная долина. И там делают вино. Возможно, там я поснимаю и долину покажу. И, может быть, даже на Бодегу зайду, если туда пустят. Бодега – это место, где вино готовят и продают. Но местные вина, вот эти вот красные, сухие, там, мягко говоря, не ахти. Совсем. Там неплохое десертное вино, неплохое крепленное вино. Да и все, наверное, пожалуй. Как вы держитесь в форме? Вкусно кушаете и пьете пиво, и при этом не вести центре? С трудом, признаться честно. С большим трудом. Да и какая-то форма. Смех один. Подбородок второй растет. Вот пузо из ремня свисает. Сплошное безобразие, короче. Кстати, да, насчет пива. Центр я не вешу. Я вешу 80. При росте 176. Многовато. Дмитрий, вы собираетесь в Россию встретиться с подписчиками? Или, может, думали об этом? С подписчиками встречаться не собирался, потому что, ну, о чем говорить? Вот приехали, встретились, привет, привет, я твой подписчик. Здорово. Непонятно. Да и в России я в последний раз был 3 года назад, наверное. Так что, и если приеду, то на короткое время. И это время хотел бы провести с родителями своими, конечно. Здравствуйте, Дмитрий. А может, там отснять ролик про то, как правильно приготовить цыпленка табака с чесночным соусом? Да. Может быть, отсниму. Ну, для этого нужна мощная, тяжелая чугунная сковородка. Нет у меня такой пока. Здравствуйте, Дмитрий. Будет ли рецепт татарских баурсаков? И мое предложение – больше рецептов национальной кухни в России и стран ближнего зарубежья. Баурсаки. Баурсаки. Возможно, будут. Не знаю пока. Национальной кухни. Как только мне вожжа под хвост попадет, то, что это вот такое интересное вспомнится, представится, думаю, да давно вот этого не готовил. Приготовлю сразу. На заказ готовить сложно. Расскажите про свою татуировку. А что про нее рассказывать? Ну, татуировка. Сделал когда-то. Понравилось. Будет замечательно увидеть рецепт технологически правильного плова с твоей безупречной подачей материала. У меня подача материала совсем не безупречная. Плов, наверное, покажу. Спасибо Веберу за предоставленное оборудование. И чугунок мощный. Вот в нем, наверное, получится приготовить плов нормальный. Условно нормальный, конечно. Для нормального плова, на мой вкус нормального, нужна классная баранина. Здесь ее нет. Здесь очень молоденькие барашки. Они вкус еще не успевают набрать. Для хорошего плова, реально хорошего, нужен рис правильный. Здесь нет такого риса. Мне больше всего нравится плов из чунгры или из австар-сарыка. Ну, здесь, в принципе, такого не найти. Скажите, как вы чистите сковородки из нержавейки? Они у вас как новенькие. Да я их просто мыю в постановочной машине. Отмывают все на раз. Еще вопрос. У вас двое операторов. Следите за количеством жиров, специй, которые они едят. За количеством жареного. Мне очень актуально. Почти не слежу. Я стараюсь готовить меньше жареного. Не всегда получается. Но они оба у меня... Сейчас они вот спят. Завтра в школу. Оба они у меня капризные в еде достаточно. Особенно Тимофей. Поэтому там следи, не следи. Когда будет видео про концентрированный пельменный бульон, деми-пельмес? Уже, наверное, четвертый спрашиваю. Да никогда, наверное, не будет. Я его готовить-то не умею. Наблюдается немного одновразная тематика роликов. Татарская, испанско-европейская кухня. Уже немного приелась. Развивайте канал, развивайтесь сами. Давайте волю фантазии, новым экспериментам. Хочу спросить, когда на канале появятся блюда новых кухонь. К примеру, Индии, Китая. Да не знаю, когда. Индийский я, наверное, покажу парочку рецептов. Жена подсела на индийскую кухню, стала тут закармливать. И два варианта мне так понравились. Прям понравились. Хотя до этого я к индийской кухне так скептически относился. Китайская, не знаю. Мне китайская кухня как-то не ложится совсем, не ахти. Да и потом, европейская кухня. Она разная вся, европейская. Европа большая. Разные они все. Как не отписаться от любимых футблогеров, когда собрался худеть? Это невыносимо. Да просто есть не надо под видео только всего. Смотреть можно, есть не надо. И отписываться не обязательно. Дмитрий, большой привет. И солнечный Сибири. Вопрос такой. Не планируете заняться сыроварением? Нет. Сырами не планировал заниматься, потому что для сыров нужно нормальное молоко. А здесь я не знаю, что такое молоко добавляют. Что оно на жаре может стоять 3-4 дня, оно не скисает. Тухнет, да, не скисает. Дмитрий, разрешено ли в Испании производить самогон для собственного потребления? Не знаю. Не планировал самогон готовить. А кому? Никто не пьет. Дима, это правда, что в России вы были музыкантом популярной группы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колбасой подряд объяснял. Это явление называется бульонный отек. Основная проблема в следующем. Дело в том, что для того, чтобы колбаса получилась сухая, без отека, эмульсия и фарш должен иметь возможность, иметь способность удерживать эту самую воду. Это удержание воды происходит благодаря стойкости эмульсии. Эмульсия образована жиром, белком, водой. Эта способность зависит от кислотности фарша. Если вы готовите колбасу из мяса животного, забитого не более чем 4 часа назад, то вопросов нет. Кислотность там низкая, фосфатов в мясе еще достаточно, ведь молекул АТФ, и все прекрасно. По истечении 4 часов из-за нарастания концентрации в мышцах животного молочной кислоты, фосфаты АТФ разрушаются, молекулы АТФ. И дальше кислотность тоже нарастает. То есть мясо как бы закисает. Сначала это не очень заметно на вкус, на цвет, но для молекулярной вот этой основы это очень важно. Поэтому, если у вас не свежее забитое животное, 4 часа прошло, все, это уже не свежее, значит, нужно добиваться правильного ПАЖ. Это делают введением фосфатов. Нельзя сказать при этом, что чем больше фосфатов, тем лучше. Нет, это глупость. Потому что идеальное соотношение для того, чтобы колбаса не получилась сухой, это 0,3% к мясному сырью. При этом соленость должна быть на уровне 2-2,5%. Вот в этих пределах все прекрасно. Положите фосфатов больше, 0,5%, к примеру, в результате белок начнет, по сути, растворяться, и на выходе вы получите рыхлую колбасу. Наверняка такую встречали в магазине периодически, знаете, это вот бахнули лишнего фосфатов. Что касается сырья, неправильное хранение сырья. Допустим, забили там свинюшку или корову, она при комнатной тенератории, допустим, пролежала у них там на бойне день, сутки в конце концов, а потом ее заморозили. На вкус, на вид при правильной разморозке вы этого не заметите. Но кислотность мяса уже повышена. И с высокой долей вероятности вы получите отек. Поэтому, если у вас нет уверенности в том, что сырье нормальное, используйте стандартные ГОСТовские смеси. Не превышайте пропорции, но и не уменьшайте. Тогда вот гарантированно этого самого отека у вас не будет. Как-то так. Да, и сразу же про нитридную соль тоже скажу. Ну, опять же, заламывают руки всякие, ну, видимо, дедушки от кулинарии. Ах, как, нитридка, химию. Такую химию можно в магазине купить? Нельзя такую химию в магазине купить. В магазине, кроме этой химии, в колбасу добавляют соевый белок и много еще чего другого, которое к мясу отношения не имеет. ГОСТы нарушаются повсеместно. Раньше, как любят говорить эти товарищи, вместо нитридной соли, вместо нитрита натрия использовали селитру. Селитра в мясе превращается в нитрит натрия, в числе прочего, и работает как нитрит натрия. Только проблема в том, что контролировать этот процесс, сколько нужно положить селитры, чтобы гарантированное количество получилось нитрита натрия в мясе, чтобы он прореагировал с мегаглогином и гемоглобином, невозможно. Потому что протекание этой реакции тоже зависит от кислотности фарша и прочего. Поэтому селитры отказались и перешли на чистый нитрит натрия. Нитрит натрия нужен как агент, который угнетает развитие палочки клостридиума ботулином, чтобы ботулизм не отхватили. Добавляет в ветчинности вкусу и создает красный цвет мясу. Красивый. А кто вот так? Есть колбасы, которые готовятся без нитрита натрия. Это те колбасы, в которых тепловая обработка проходит при температурах, когда заведомо палочка клостридиума ботулином прекращает свою работу. Это жареные, допустим, украинские колбасы, те, которые пекутся в духовке. Там, естественно, не нужен нитрит натрия. Как-то так. Да, кстати, мне кто-то задавал вопрос, по-моему, здесь тоже это было, по поводу использования нитрита натрия при использовании грибов и прочих солений. Я не знаю, честно говоря, можно ли добавлять или нет, как это будет работать. Это надо изучать, уточнять, потому что и грибы соленые одно, а если они там кипящим заливаются, это другое. Не знаю. Поэтому даже советовать ничего не буду. Дмитрий, здравствуйте. Я так понимаю, что вы живете в собственном доме. Не планировали заводить домашних животных и подсобное хозяйство. Площади не позволяют. Очень маленький участок. Очень маленький. Здравствуйте. Мне 15 лет. Очень люблю готовить. Скажите, будет ли рубрика, связанная с кремами, вареньями и другими кондитетскими изделиями? И как насыщеннее и правильно приготовить курино-лапшичный суп? Крем и варенье не уверен, что будут. Не моя тема. Не люблю сладкое. Курино-лапшичный суп приготовить насыщеннее и правильнее, заранее заботившись классным насыщенным куриным бульоном. Сначала из 5-6 кур собранные скелеты и прочее пускаются на бульон насыщенный, не обязательно красный. Можно с кучей овощей, с корнями, с добавлением кукурузы или кукурузной муки приготовить насыщенный бульон. Вы видите, периодички появляются, такой ярко-желтый, плотный, он непрозрачный. И вот с таким бульончиком готовить, уже добавив курочку, просто песня. Рассказали бы, показали бы людям барандей де маруе. Это, видимо, французский рецепт. По-моему, это картошка с треской, такая запекается, запеканка с трески. Может быть, приготовлю? Да, но там проблем, насколько я помню, готовится с соленой треской. Они, знаю, сейчас продают, не продают такую в остальной части России. Знаю, что в районе Питера продавалось и много. Сейчас не знаю. Ну, приготовлю, возможно. Добрый день, Дмитрий. Сделаете ли вы заготовки, консервацию на зиму? Если да, то что заготавливаете? Если только вялю томаты, больше ничего не делаю. Чем занимался в России? Как связано с ресторанами? Ресторанами связан, туда есть хожу периодически. Занимался в России, работал на северах в основном. То есть в Москве мотался на севера, в командировке. Казовый отрасль. Энергетик. Приветствую. Почему не улыбаешься, не смеешься? Улыбнулся. В печали. Удачи. Вроде нет. Иногда улыбаюсь. Редко. Дмитрий, по последним видео заметно, что муза вам изменяет. Разве? Какие-то скучные блюда. Что будете делать? Виталий, друг мой. Мне так кажется, что не... Мне кажется, это мое мнение, что не блюда скучные, а просто я поднадоел. Такое случается, это нормально. Предлагаю, чтобы совсем не разочароваться, какое-то время не смотреть видео на канале, а потом, может быть, если захочешь вернуться, может быть, окажется, что-то веселее. Мне кажется, что те блюда, которые я показываю, они классные. Они мне нравятся. Если вы жили в России, то почему переехали в Испанию, а почему вы не? Вот странные вопросы. Как я понимаю, эти вопросы задают люди-домоседы. То есть люди, которым не то, что в другой город переехать, а сложно даже за город выехать. Я за время своей жизни помотался по разным, собственно говоря, местам, городам. И прикольно, интересно. Откуда вы родом? Из Татарии. Приезжаете ли к себе на родину? Редко. Как ваши дети относятся к России? Бывали ли они там? Они там родились. Мы здесь живем-то всего сколько? Четвертый год. Как сделать соус черерача? Я даже не слышал такой. Рецепт с говяжьим сердцем. Очень нужен. Марк Иванов отвечает. На Ютубе нет нормального рецепта, мне бабушка когда-то делала. Камрад. Вопрос, знаешь, такой странный. Ты знаешь, рецепт из говядины. Бабушка когда-то делала. Дорогой мой, до этих рецептов из сердца сотня. Две сотни. Тысячи. Откуда же я знаю, что твоя бабушка готовила? Хочется купить кухонную машину, как у тебя, но жаба давит отдавать 60 тысяч. Есть ли какие-то советы, что купить в разделах 30-40? Нет таких советов и быть их не может. Для того, чтобы давать такие советы, нужно иметь опыт использования разных кухонных машин в пределах указанной суммы. У меня опыт использования планетарных миксеров, это только KitchenAid. Я рассказывал в ролике про Kenwood. И Kenwood. И ту, и другую модель порекомендовать могу смело. Да, вот они меня полностью устроили. По ценам дорого. Дорого, черт возьми. Другое, как я могу советовать, если ни разу не пользовался. Дима, когда хлеб на закваске, боюсь, что никогда, для того, чтобы закваска жила, ей нужно создать условия. Здесь слишком жарко. У меня в России был винный холодильник, которым я пользовался по назначению. В этом винном холодильнике была зона, где температура 12-14 градусов. И вот в этой температуре прекрасно жила закваска. А здесь, вот сейчас лето началось, в доме плюс 28. Сожжет сама себя моментально. А в холодильнике плюс 5. Для нее слишком холодно. В общем, не подобрать здесь закваску. Как относитесь к политике России и к остальным? Каково мнение испанцев о России? Мнение испанцев о России понятия не имею, потому что с ними не разговариваю политики. Политика России к остальным. Александр Валенец. Это, судя по всему, с Украины товарищ, наверное, да? Друг мой. Вот что я за свои небольшие годы понял. В политике не бывает друзей и не друзей. Не бывает хороших и плохих стран. Каждая страна в мире по отношению к другим странам ведет себя так, как выгодно ей. Ей именно конкретной стране. Все разговоры про «Ах, эта страна хорошая, это плохая, чушь собачья». Человек-человек-волк, страна-стране враг. Вот оно так всегда. Чего бы там на словах ни говорилось. Потому что интересы экономические, интересы своих граждан превыше всего для любой страны. Что бы там политики не верещали, это у них работа такая, верещать. Поэтому политика любой страны по отношению к любой стране может нравиться, не нравиться жителю конкретной страны, но это вот такая вот ситуация, что она вот так есть. Все. Ты дышишь моим воздухом. И это верно отношение любой страны к любой стране. Поэтому это все в пределах нормы, так скажем. Дмитрий, вашей план не ходит создание видеороликов на тему приготовления овощных похлебок. Ну, возможно, и будет, но не вызывает интереса на на самом деле рецепты диетические, рецепты овощные и прочее. Очень любят порассуждать на тему «ах, больше диетических рецептов, ах, больше овощных» и прочее. Но статистика просмотров показывает, да не смотрит их никто. Не приходит на YouTube за здоровьем. Но YouTube приходит за развлечением, за сочными кадрами, за жирными и так далее. В духе, если сам не съем, если не приготовлю, то хоть посмотрю, как. Сыроварение, салями, хамон и так далее. Сыроварением заниматься не планировал. Хамон делается глупо, по меньшей мере. Он готовится минимум, минимум 6 месяцев реально больше. И зачем? За 6 месяцев получишь ерундовую по вкусу, прям совсем никакую, очень бедненькую ногу. Самому заниматься таким гоморойным делом стоит, если на выходе ты получаешь тот продукт, который либо крайне дорого, невозможно дорого, либо вообще невозможно получить где-то в магазине. Здесь нет проблем купить очень классный, дорогой хамон, не обязательно покупать сразу зелую ногу, а так полакомиться 30-40 граммов, 100 в конце концов. Это же не колбаса, чтобы есть с хлебом. Поэтому нет. Салями, может быть, не знаю. Дмитрий, подскажите хорошую литературу для начинающего. Серия Good Cook. Вот всем рекомендую. Серия Good Cook. Хорошая кухня переводная была. Багов там тоже хватает, но половина каждой книги в серии это техника, технологии. Это прям это must have. Вот с этого можно начинать. И она еще с фотографиями, то есть там показано все, не просто на словах, а показано. Прям классно. Как получить кулинарную базу, не имея времени на систематическое кулинарное образование? Книги, если даты, то какие? Только что сказал мастер-классы Ликорденблю, мастер-классы, ну, наверное, да, если это уважаемые кулинары, Ликорденблю, мастер-классы Ликорденблю, что ли? В курсе, сколько стоит обучение в Ликорденблю? Вот здесь мадридское отделение есть, кстати, очень крутое такое. Курс стоит 60 тысяч евро. Есть денежки? Камон! Реально сильная школа. Только язык нужно знать если в Мадриде, то преподавание на Исманском, можно там в Англии. Расскажи свою историю, до какого ранга поваров доходил, где работал, почему уехал в Италию. В Италию вроде ездил я только в отпуск, до ранга поваров не доходил, в принципе, поваром никогда не работал. Вот. Работал, как я сказал, уже в России, где только не работал, и в энергетике, и последние 10 лет в газовой отрасли. Стрим замути, может быть. Так, время позднее, уже 23-26, час я с вами проволандовался, поэтому продолжу сегодня. Приветствую. Я занимаюсь бодибилдингом, и по диете вынужден употреблять часто на гарнир рис. Но хоть убей, мне никогда не получается его хоть сколько вкусно приготовить. Всегда приходится давиться. Могли бы дать какие-то советы и хитрости по приготовлению риса, именно как гарнира к мясу. Может быть, какие-то... Самый простой способ приготовить вкусный рис, это приготовить его в бульоне. Готовьте хороший, классный, насыщенный бульон и варите в нем рис. Вот так получится. В Испании можно заниматься подводной охотой? Где, какие ограничения? Ну и главный вопрос, где в Испании клад зарыт? В Испании клад не зарыт, а утоплен. Его года 2 или 3 назад вот за вот этой горушкой подняли со дна испанских галлион, что-то там на несколько миллионов евро золота откопали. Так что, теперь уже нигде. Насчет подводной охоты. Разрешена подводная охота, но, как во всей Европе, наверное, все очень сильно зарегламентировано. Для того, чтобы заниматься подводной охотой, нужно получить лицензию на это дело, платное. Для того, чтобы получить лицензию нужно быть членом Федерации подводной охоты, платная организация, нужно иметь страховку гражданской ответственности, естественно, не бесплатную, именно за занятие подводной охотой, и нужно получить справку, которая допускает тебя к занятию подводной охотой. Тоже платная. В общем, на круг поливается где-то в 200 евро на 2 года такое удовольствие. Что касается занятия подводной охоты, в тех местах, где нельзя заниматься, например, вот, начиная вот от той скалы, я сейчас поближе покажу, и дальше туда до Порто-Дени нельзя. Там зона восстановления подводного мира, подводный заповедник. Там можно нырять с аквалангом, смотреть красоты и прочее. Начиная вот от этой скалы сюда, это местечко Портичуль, можно. И здесь, кстати говоря, неплохая рыбалка, подводная охота. Когда из чего началось ваше увлечение кулинарией? Смотрите ли вы канал Almazen Kitchen, если да, что думаете о таком формате? Almazen Kitchen не смотрю, я видел несколько его роликов, это очень классно снято, очень профессионально, хорошо со светом работает автор, звук прекрасный, то есть это шоу, классное шоу, но не смотрю, как-то не мое. Увлечение кулинарии началось в классе, наверное, в шестом, нас отправляли школьников тогда на картошку, я с колхозного поля притащил, украл, будем честны, несколько картофелин домой, добытчик такой, ну и решил порадовать семью ужином. Родители были на работе, и я приготовил картофельное пюре. Это было самое вкусное картофельное пюре в жизни, мне больше никогда не удалось такого приготовить, оно было настолько вкусное, что я стрескал сначала свою порцию, распробовал, потом подумал, съел еще, короче, я обожрался как свин, съев все картофельное пюре, которое я готовил на семью, и вынужден был готовить второй раз. Вот, можно сказать, с этого момента и началось мое увлечение кулинарии. Я понял, что еда, которую я готовлю сам для себя, мне кажется, гораздо вкуснее, чем еда, которую готовят для меня, ну, или для других, другие. Такое самомнение. Вопрос. Возможно, выпуски делать почаще, побольше национальных блюд? И еще один, кем вы работаете в Испании? Уже отвечал, в Испании никем не работаю, у меня нет разрешения на работу, работаю в интернете. Почаще выпуски пока не могу, потому что работа над каждым выпуском занимает в общей сложности 22-26, иногда 28 человек и часов. То есть, если убрать из этого времени то время, которое тратят операторы, получится, да, ну, съемка каждого рецепта, это 4-5 часов. Получается, что моего времени на каждый ролик уходит, начиная от 14 часов до до иногда 18 часов. То есть, по сути, 2,5-3 рабочих дня 8-часовых. У меня просто физически нет на это времени. А доходы с канала пока настолько мизерные, что не позволяют нанять монтажера, монтаж или иную долю времени отнимает, чтобы он вместо меня монтировал. Даже на половину роликов. Кстати, если у кого-то есть желание помонтировать за совсем небольшие деньги, гоу, личку. Здравствуйте, Дмитрий. Сделать обзор с работы своей климатической камеры, сделанной из холодильника. Какие недостатки и нюансы выяснили в процессе эксплуатации? Сделаю, наверное, обзор. Правда, говорить там особенно не о чем. Никаких каких-то критических недостатков не выявил. Кто является вашим любимым поваром? Никто. Никто. Я далек от идеи сотворить себе кумира в поварском деле, потому что люди разные, вкусы у всех разные, и у разных поваров я подмечаю какие-то интересные для себя штуки, что-то изменяю. Как, собственно, и все вы, я думаю, что вы там себе не придумывали? Люди всегда так. К примеру, Гордон Рамзей классный шоумен, интересный повар, у него интересные рецепты, но едва ли 5, может быть, 10% из всех его рецептов я хотел бы повторить, приготовить для себя. Не моя тема чаще всего, потому что он часто делает акценты в Азию куда-то, еще что-то, а мне это не нравится. Другой вариант. Джейми Оливер. Классный шоумен, быстро, оперативно готовит. Я, собственно говоря, и начал думать о своем блоге, когда посмотрел, как он это делает, как можно это здорово подавать. но, то, что он делает, это слишком Джейми и совсем мало национальных кухонь. Не моя тема. Если заглянуть в его Инстаграм, то можно видеть, что у него классные, красивые фотографии, но, на мой вкус, он очень часто выкладывает в Инстаграм блюда, приготовленные, которые для меня, на мой вкус, откровенно сожжены. То есть, очень много обугленных вещей. И да, это, возможно, выглядит красочно, но это не мой вкус, не мой стиль. У меня есть интернет-знакомый, по ЖЖ еще, собственно говоря, общались, у него есть дровяная печь. Дмитрий Двонг. Димыч, если видишь, привет тебе. Он готовит пиццу. Так вот, ту пиццу, которую он готовит, я уже выбрасываю, потому что, на мой вкус, она сгорела безбожно, она с обугленными краями, с черными. А ту пиццу, которую готовлю я, Димыч считает сырой. Абсолютно сырой и негодным употреблением. Вот, вот та же самая история с Джейми Оливером. Хотя, хотя какие-то рецепты, у него классные. Обращусь к древним совершенно источникам. Конец 19-го, начало 20-го века. Агюстер Скафье. Один из столпов французской кухни, автор огромной монографии по соусам и по блюдам. Фактически, король соусов, прямо скажем. Толстенная книга у него. В книге различные рецепты. Если вы прочитаете рецепт борща, например, из этой книги, кроме гомерического хохота, это ничего не вызовет. Потому что никакого отношения даже близко, даже вот настолько похожего, на бочи там нет. Это его видение. Поэтому сказать, что какой-то повар любимый, нет такого. А в русскоязычном едином пространстве вообще беда какая-то. Полное несовпадение моих вкусов с их вкусами. Я не могу назвать ни одного повара, чтобы хотя бы 10% его рецептов были мне близки. Здравствуйте. Как обстоят в Испании дела с рыбалкой? Любят ли испанцы рыбачить и кушать рыбу? Ну, предполагаю, что любят. Рыбалка в Испании разрешена только при наличии лицензии. Получается, лицензия, по сути, так же, как лицензия на подводную охоту, за исключением того, что справка там, по-моему, не нужна, которая 50 евро, кстати, стоит, чтобы ее получить. Испанцы рыбу любят, едят. Ты родственник, Жака Фреско? Нет, не родственник. Здравствуйте, Дмитрий. У моей невесты непереносимость глютена с рождения. Как делать вкусный без глютенов никаких блюд в рамках какой-либо из диет? Не считаю себя в этом деле хоть на сколько-нибудь компетентным, поэтому не суюсь туда. Сколько лет вы живете в Испании? Четвертый год. Ваше самое любимое блюдо испанской кухни? Я говорил, наверное, хамон. Хотя, знаете что? Не хамон. Хамон не совсем блюдо. Наверное, ароса банда. Вот ароса банда это сказка, это песня. Рецепт на канале выкладывал, он вообще один из первых лежит. Кредл пишет, где-то ранее писал уже, главное только заранее предупредить. Онлайн-трансляция, да и даешь стрим массы. Не думаю, что когда-нибудь буду делать онлайн-мастер-классы, потому что, вот я сейчас снимаю ответы на вопрос, казалось бы, чего проще, но на монтажке буду безжалостно все резать, потому что эканье, беканье, запинание и прочая ерунда не годится. Онлайн-мастер-классы в моем исполнении выглядели жутко убогими и чудовищно затянутыми. Поэтому это должен быть какой-то другой шоумен, который может трындеть без остановки, ловко, складно, не повторяясь. Это не я, к сожалению. Павел Петерсон, когда достанете хреновуху медовую? Я ее доставал уже раз в три или четыре по рюмочке, пробовал, ну там, под борщец, под щи, где-то, наверное, полбутылочки еще стоит. Здравствуйте, как можно найти работу за границей? Хочу уехать из страны. Ничем не могу помочь в данном вопросе, потому что чтобы искать работу за границей, как я вижу эту ситуацию, нужно быть очень крутым специалистом, чтобы быть востребованным. А если вы очень крутой специалист, то, скорее всего, этот вопрос перед вами не стоит, как найти работу. Как бы я действовал? Я бы определился со своей специальностью, я бы заботился получением документов, которые позволили бы мне быть признанным специалистом в той стране, куда я собираюсь выбираться. Второй момент, страна, выбор страны, третий язык, и четвертый, и выяснение всего необходимого набора документов, которые нужно собрать, чтобы попасть в эту страну. В Испании, например, я знаю практически нереально. В Португалию вроде бы можно, с трудом, но можно, хотя сомневаюсь тоже, потому что в Европе почти везде в той или иной степени безработица есть. Получить вид на жительство справа на работу задача сложная. Может быть, в Канаду, я знаю, в Канаду лет 15 назад, например, брали кого угодно, и в основном программисты и прочее ехали очень легко. Какие яйки полезнее? Куриные или перепелиные? Осетровые? Отвечает русовый лекан. Согласен. Вообще, разговор про полезность-неполезность, на мой взгляд, это такая бредязина, которую любят муссировать всякие журналы для домохозяек. Как можно говорить полезно-неполезно? Это же нужно разбираться конкретно с человеком. То есть, должны проведены обследования конкретного человека, какие у него заболевания или недомогания, и что ему конкретно полезно-неполезно. А просто говорить, какая еда полезна-неполезна. Вот головой об дерево удариться неполезно. А еда, она для каждого индивидуальна. Людей одинаковых-то нет. Краеугольный камень, нитритная соль, селитра, или как там ее еще называют. Всегда проблема. При любом отцеплении колбасы нитрит не полностью срабатывает. И остается в колбасе всегда после вкусей химии. Словно-нарубленная ветчина. Почему? Гайд-студию все от сих до сих. Во-первых, давайте так. Я в разных рецептах колбасы совсем не ощущаю в своих, что везде получается по вкусу похожа на рубленную ветчину. Гадать по интернету, так как и по картам, не умею. Предполагаю, что во всех, без исключения ваших рецептах, в которых вы, собственно, используете индивидуальную соль, вы придерживаетесь какого-то определенного набора действий, которые приводят к какому вкусу. Предполагаю, что как минимум нужно отложить в сторону все эти рецепты, взять за основу какой-нибудь ГОСТ, переводить справочник не ветчины, рецепт не ветчинский и приготовить то, что не будет. Дальше я увидел, там дискуссия была про то, что может быть некачественная нитритная соль. Ну, странно, на самом деле, некачественная. Там может быть не соблюдаться содержание этой нитритной соли, то есть, больше или меньше быть. Но нитритная соль при достаточно длительном выдерживании при посоле там минимум 7 дней и дальше по справочникам в больших кусках, если это просаливать, и выявляет тот самый ветчинный вкус. Ну, для достаточно большого количества на колбас, варенок, копченых, быстрых не требуется никакой там недельный посол и прочее. В принципе, недельный позон, насколько я понял, бился самым справочником, требуется, если вы сольте мясо в крупных кустах, реально в крупных, а не в мелкой нарезке. Поэтому, предполагаю, что все дело и не в любви солью, а вся проблема как раз таки в технологии, которые вы пользуетесь. Как-то так. как относишься к творчеству других кулинарных блогеров, таких как дружи и борщ? Что думаешь о профессионализме борща? С вашего позволения, отвечу немножко более развернуто, чем этот вопрос, потому что похожего вида вопроса еще там встречались. Начнусь далека. Люди, по крайней мере, я таких встречаю, зачастую они придумывают себе какие-то фантастические идеи на предмет того, каким должен быть тот или иной блогер, каким должен быть, по их мнению, тот или иной канал. И, если видят не то, что они хотят увидеть, даже первый раз зайдя на канал, они начинают возмущаться, высказывать свое предебрежение и прочее, прочее, прочее. Причем, вот эти самые фантазии людей проистекают не из того, что блогерам что-то пообещал или сказал, а из того, что эти люди зацепились за какое-то слово в названии канала, к примеру, или еще что-то. Например, заходит человек и ни один, и ни два на мой канал в первый раз, судя по всему. И тут же появляются комментарии. Много звездиш. На ютубе огромное количество каналов, где показаны рецепты, в которых автор вообще не показывается на экране и вообще не говорит ни слова. Коротенькие пояснения, что с чем смешать, что нужно положить и все. Я предполагаю, что вот это самое много звездиш, это потому, что человек зашел на мой канал, почему-то ожидал именно вот такого типа контента, а увидел человека, который рассказывает о технике, технологии, процессах приготовления, о прочем. Ему показалось это много. И у него появляется возмущение этим обстоятельством. Применительно к борщу или к славному дружу. Я вижу какое-то огромное количество претензий к славному дружу, что он портит продукты, он не кулинар и так далее. Я это читаю, мне, честно говоря, странно это слышать, читать, ему просто смешно. Потому что Дружи никогда ни в одном своем видео не говорил, что он является профессиональным поваром. И вообще в ранних видео появлялся дисклаймер, что автор не повар, готовить не умеет. То есть все творчество Дружи это шоу. То есть он показывает такого классного свойского парня, который готовит для своих друзей, товарищей. Он не учит никого профессиональной готовки. Нет. Он показывает шоу. Типа чуваки пришли на пиво, сейчас я вам забабаху такую штуку, как мне нравится. И в рамках этой парадигмы он может делать вообще все, что угодно. Главное не то, что он готовит, главное, как он это делает, насколько это прикольно, насколько классно с ним находиться, так сказать, в одном помещении, когда он это дело готовит и рассказывает. И на мой взгляд, Дружи с такой задачей справляется не на 100, на 200%, на 300%. Испортил он продукты, не испортил. Да японский городовой в рамках этой парадигмы Дружи может вообще из песка куличики лепить. И шоу от этого не пострадает. Главное не в готовке, главное о том, что он там делает, что он рассказывает, о чем. Применительно к борщу. Борщ профессиональный шеф-повар тоже выбрал, собственно говоря, показ каких-то рецептов в духе веселушечек. Хихоник и хахоник. И у него тоже это классно получается. Материц периодически и что, вы хотите сказать, что вот вы, которые возмущаетесь, тоже никогда не употребляли бранных слов, ах он на экране матерится? Да он везде пишет 18+. То есть его творчество в рамках заданной им же идеи опять же отвечает тому, что он собственно говоря собирался делать на те же самые 200%. поэтому я к их творчеству и славному дружу и борща отношусь с уважением, пониманием и с интересом иногда даже смотрю какие-то вещи. Это не значит, что я буду учиться готовить к каким-то вещам пойду к славному дружу. Нет, к славному дружу я иду отдохнуть, посмотреть, какой прикольный чувак что рассказывает. Это не значит, что я у борща буду учиться чего-то готовить. Он наверняка умеет очень много, наверняка круто готовит, но его шоу, вся его построенная собственно картина, она не про то, чтобы научить кого-то там и меня в том числе готовить. Нет, про другое. Поэтому за учебой я пойду на каналы, где учат. А за тем, чтобы отдохнуть, я пойду на те каналы, где отдыхают. Дмитрий, здравствуйте. Не бывали ли вы в Израиле? Если нет, планируете ли вы поехать? Спасибо за ответ. Нет, в Израиле я не бывал и поехать туда скорее не планирую, чем планирую. Ну, во-первых, потому что живя в Европе, наверное, прежде всего имеет смысл чисто по деньгам покататься куда-то поближе, что тратить деньги, чтобы пилить в Израиль, если можно ближе в соседнюю Францию, не знаю, в Германию доехать. Там много чего интересного посмотреть. А во-вторых, мне, честно говоря, попадается постоянно на глаза различные отчеты путешественников о том, как долго не пускали в Израиль кого-то, там на въезде трясли и прочее, прочее, прочее. Мне, честно говоря, вот такое отношение к пограничных служб, которое, может быть, мне и не коснется, не очень импонирует, поэтому не хочется на это дело тратить время. Почему не заведешь себе собаку? Потому что это большая ответственность. Потому что с собакой нужно гулять много, с собакой нужно заниматься, и собака это проблема, когда нужно уехать. Допустим, я же не вечно здесь буду сидеть, я надеюсь, мне получится все-таки в каком-то обозримом будущем скататься в Россию на месяц. Брать с собой собаку в самолете это тяжело и для собаки, и для меня. Там тоже я прилетел в Москву, из Москвы, допустим, ехать к родителям в Татарию на поезде. На поезде собаку мучить. Ну, не хочу. Довольны ли твои дети переездом? Ну, что да, потому что в Москве мы жили в квартире, и даже выйти поиграть на улицу, значит, кто-то там, я или жена должны с ним присидеть на детской площадке. Здесь мы живем в доме, они оливину долю времени проводят на улице. Смелюсь я задать вопрос, постоянно используйте оливковое масло, есть ли какой-нибудь способ отличить подсолнечное от оливкового? Сдается мне, что покупаю говно, а не масло. Способ один, они по вкусу отличаются. Если вести речь о рафинированном абсолютно масле, рафинированное и дезодорированное, дезодорированное, я не вижу. А если оливковое масло для жарки, так называемое, это смесь как раз-таки рафинированного и дезодорированного с небольшим количеством экстравержа. У него есть совершенно характерный вкус масла, оливкового, поэтому легко отличить по вкусу. Дмитрий, вопрос как-то поднимался уже, но все-таки хотелось бы уточнить, почему вы не готовите китайскую, японскую или корейскую кухню, ведь вы фанат супчиков, но потому я не готовлю, потому что не нравится мне вкусовая гамма китайских или японских супов, вот эти вот мисо-паста, я не в восторге от соевого соуса, мне совсем не нравится намкла, вот эти рыбный соус там, или устричный. За крайне редким исключением я могу есть без особой радости какие-либо там суши, сковородки лепаэли бывают из очень разных материалов, обычное железо, нержавейка, эмалированная, чугунная, медная, какие-либо чего удобнее, удобнее тех, к чему вы привыкли, если вы пользуетесь открытым огнем, на дровах и так далее, то удобнее железная или медная даже, я просто таких не встречал, сам пользуюсь эмалированной, те эмалированные сковородки, вернее сковородка и чаша такая большая для Аросабанда, которую я купил, на них эмали очень такая классная, к ней практически почти ничего не прилипает, оно как антибригарное покрытие, ну, по крайней мере, пока, сколько я пользуюсь, вот, и мне они удобные, и готовлю в этих сковородках, в чашке для Аросабанда, в ролике видели, там я готовил на индукционке, а большая фольера на газовой горелке второй, что вы думаете о последних событиях в России, а какие события имеются в виду, это то, что там Навальный, что ли, кого-то там на этот самый вызывал, наметен пойти, если про это, то скажу так, я к Навальному отношусь как к популисту, провокатору, он выбирает и говорит вроде бы правильные вещи про то, что не нужны коррупции и так далее, а при этом ведет себя как провокатор, про Усманова наговорил стрекорба, наврал бездоказательно, обвинил его, что якобы он там прочитал в какой-то книге, что Усманов сидел там за изнасилование и еще что-то, когда Усманов подал на него в суд в рамках правового поля, за которое так радеет Навальный, когда Усманов подал на него в суд, он явился в суд, а на суде вместо того, чтобы действовать как юрист, он начал требовать расследования деятельности Усманова. Вызовите такого свидетеля, сякого свидетеля, сякого свидетеля, Друзья мои, если Навальный юрист, как он говорит, он прекрасно знает, что суд в данном случае идет по вызову Усманова о клевете и в данном случае бремя доказательства своей правоты, то, что Навальный не врал, а действительно имел основания заявлять, что Усманов насильник и прочее, лежит на Навальном, а не на суде. То есть он должен предъявить доказательства, подавать в суд прошение, чтобы суд занялся расследованием. Ведь вообще не суд должен заниматься. Навальный знает это, прекрасно знает, но он заведомо подает такие требования, не помню, как они называются, которые в рамках этого судебного разбирательства никаким судом, даже европейским, приняты быть не могут. Знает Навальный об этом? Знает. Зачем он это подает? А чтобы иметь основания сказать сетевым хомячкам, которые никогда в жизни ни о чем не собираются разбираться, что вот суд, видите, не вызвали свидетеля. Он бы еще Березовского собирался вызвать. Нормально? Который уже помер давно. Давайте мы прослушаем записи Березовского на видео, что он там говорил. Судом не могут быть переняты никаким судом в мире записи умершего человека, потому что человек, который свидетельствует против кого-то, должен быть приведен к присяге. Знает об этом Навальный? Знает. Почему он так действует? Как я уже сказал, ему главное хайп сорвать. А мне такой хайполов в роли президента абсолютно не нравится. Потому что если он здесь врет, то какой из него президент? Такой же что ли балабол? И поэтому его вызов вот этих самых хомячков на демонстрации абы что? Другие там не лучше, но ребят, блин, меня чило намыло, блин, такого вруна завзятого. Да на хрен он там нужен? Самая мерзкая ложь как раз таки, она из того разряда, когда ты говоришь половину правды, а половину придумываешь. И в результате вот это вот вранье твое придуманное выглядит тоже якобы правдой. Человек, который таким делом занимается, он однозначно в принципе не заслужит никакого доверия. Чего бы он там ни говорил. С таким же успехом могу сказать. А знаете, солнце встает на востоке, а садится на западе. И поэтому сейчас вокруг меня бегают толпы зомби. То, что я один раз сказал правду, не означает, что второе ему утверждение тоже правда. Таким популизмом занимается Навальный. Поэтому все его вызовы на демонстрации народа для меня выглядят очень дурно и грязно пахнущими. Интересно послушать про молекулярные кулинарии и чего хорошего сварить сувиди, кроме варенокопченого. Кроме варенокопченого сувиди я что-нибудь еще буду варить и пробовать. Пока я сувиди использую только для колбасных изделий. По поводу молекулярки. Мне она, честно говоря, совсем неинтересна. Потому что на данном этапе она выглядит для меня, возможно, неправ, как извращение для присытившихся людей. То есть, которые перепробовали уже все на свете, все самые известные деликатесы и теперь пытаются как-то хитро извратиться для того, чтобы добиться еще какого-то нового вкуса. Ну, мне до такой присыщенности, мягко говоря, до луны я не перепробовал еще и тысячные доли всех возможных вкусов, ароматов в рамках классической кулинарии. Поэтому не рвусь этим делом заниматься. Смотрю вас давно, года два уже. Все хотелось спросить, как вы относитесь к компьютерным играм? Играете ли в них? Если играете, или играли, вас что? Спасибо. У меня, честно говоря, очень мало времени на компьютерные игры, поэтому я в них, ну, можно сказать, что не играю. Последняя игра, которая меня реально зацепила и я с большим удовольствием ее прошел, это были три подряд вот этих сталкера. Развелись мои операторы нынешние. Вот, и я помню, что играл даже положив одного из операторов себе на колени, потому что он не хотел спать в кроватке. Я вот так пристроившись за клавиатурой сидел и играл. Вот, сравнительно недавно, может быть, год или полтора назад мне настойчиво друзья, рекомендовали Ведьмака. Я его загрузил. Ну, наверное, полигры я поиграл где-нибудь там по полчаса, по сорок минут в день. Жутко начинала болеть голова от вот этого мельчишения дороготни, напряжение глаз. И я так и не доиграв бросил это дело. Надоело. При всей своей внешней красивости, при всех этих картинках, не зацепило совершенно. Поэтому, ну, можно сказать, что нет, не играю. Дмитрий, здравствуйте. Во многих видео смотрел ваш рецепт, жарил что-то либо в сковороде на пергаментной бумаге, жарил вчера треску, все прилипло. Короче, все загубил. Опять начинается... Друзья мои, если вы хотите какого-то совета конкретного, я постараюсь дать этот совет, но только мне нужна полная информация. Вот полностью, вот и до, как жарили. Потому что вот это вот разговоры, делал все как у вас, начинаешь допытываться, оказывается, вообще все никак у меня. Вот абсолютно. Как делаю я, когда жарю ту же самую треску? На сковороду наливаю немного масла растительного, дезодорированного. Кладу пергаментную бумагу для выпечки. На пергаментную бумагу наливаю еще масло, уже достаточное количество для жарки. Разогреваю его до такой температуры, при которой нужно жарить треску. То есть, не кладу в холодное и едва теплое масло треску. Треску панирую в муке, смешанную с солью. Иногда сначала готовлю лизон, то есть, замешиваю яйцо, разбалтываю, обмакиваю треску в него, после чего панирую и выкладываю в таком виде на сковородку жариться. При таком способе готовки у меня ничего не прилипает. Нарушение любого из пунктов названной, я предполагаю, возможно, приведет к прилипанию. Возможно. Я не занимался никогда исследованием, что если сделать холодную сковороду, а если не налить подбумагу масло, а если подбумагу много масло налить, а на бумагу ничего не налить. Я не пробовал, не занимался этой ерундой. Вот я делаю так, как я показываю, от еду, и если следовать вот этим рекомендациям, то у меня ничего не прилипает. При готовке ребрышек чем можно заменить дымоглас? Варев он продается только полтора килограмма. Не знаю, я вообще в жизни никогда дымоглас не купал. Зачем? Я его готовлю. Вопрос по сыровялу. Правда, что в странах Средиземноморья не обязательно добавлять специальные культуры для ложек созревания мяса. Так они содержатся в воздухе. Понять это не добавляют везде, насколько я знаю. Потому что это резко ускоряет процесс. Потому что это позволяет значительно более загрубленные рамки по температуре держать. Дмитрий, почему именно в Испанию переехали? Почему выбор попал именно туда? Отвечал в предыдущих видео ответы на вопросы. Посмотрите. Я там, кстати, в этих ответах на вопросы даже внизу перечень вопросов писал с таймингом. Чтобы сегодня смотреть подряд. В описании такого ролика идут. Здравствуйте, Дмитрий. Если это возможно, расскажите, покажите, как вы живете. Это кроме кухни-двора сквечка ничего не виден. Рене Буарон спрашивает. Рене, не приходило в голову, что если я до сих пор не провел вас по своей квартире, по своей спальне, по своему туалету, то я, наверное, просто не хочу этого делать. Есть кулинарный блок и есть то, что относится к кухне. И вот то, что я хочу показать, я показываю. А выворачивать там карманы, снимать штаны, показывать жопу и так далее, но нет никакого желания. Кстати, это к вопросу, наверное, о предыдущем. Почему переехал в Испанию из России? Знаете, самое главное, наверное, отличие, которое я заметил между общей ментальностью жителей России, наверное, постсоветского пространства, в принципе, не только в России, это и Украина касается, Казахстана, прочего. И Европы, в частности, вот Испании, это понятие личных границ у людей. в Европе, в Испании, по крайней мере, точно, взрослый человек у другого не будет подходить спрашивать, а покажи, в каком доме ты живешь, а покажи, на какой кровати ты спишь, а скажи, ну, ты вот, вот такого плана вопросы, да, то есть, это считается личным пространством человека, и туда не принято залезать. это может касаться, кстати говоря, очень многих вопросов, когда, например, ваши родители, не глядя на то, что вам уже там 35, 40, 50 может лет, лезут к вам с вопросами, когда ты поженишься, когда у тебя будут дети, а что у тебя там жена плохая, а что у тебя муж, ну, какие такого плана, это забирание в личное пространство человека, он может быть сто раз твоим родственником, но в рамках идеологии среднего испанца это не его собачье дело, и он туда не лезет. В России же вопрос такого плана, даже не к родственникам, а к незнакомым людям, почему-то чаще всего считается в норме вещей. Вот. Мне вот такое залезание в мое личное пространство абсолютно не нравится, поэтому, в числе прочего, я и выбрал Европу для проживания. Вопрос короткий, но ответ длинный. Сделайте вообще не пожалуйста, я имею ввиду примерно следующее, например, какие продукты держать в доме, чтобы не покупать одну бутылку ради одной чайной ложки, содержимого для одного блюда, а почти вся бутылка испортится. Я, честно говоря, даже не представляю, как советы давать, потому что то же самое, условно говоря, вино, которое покупают, а были крепкие напитки, крайне редко, да не портятся ничего, там не выдыхаются, закрываете пробками нормально и все. Я использую эти вины и прочее для приготовления пищи. Не часто. У меня бывает какая-нибудь бутылка вина, раскупоренная и заткнутая пробкой, может стоять и месяц, и полтора, и для готовки более чем годно. и с маслом ничего не будет и не случится, и с соусами различными. Смотрите просто, что написано на условиях хранения и все. А давать советы, что покупать, чтобы что-то у вас там стояло, по меньшей мере странно, потому что в зависимости от того, что вы чаще готовите, что у вас чаще уходит, у тех продуктов должно быть у вас больше. Рецепт шашлыка. Ваш домашний классический, который получается всегда присветит с удовольствием. Пусть он будет завершающим ответом. Я, может быть, сниму ролик про шашлыки отдельно с рецептами нескольких шашлыков, но хочу сказать, что ничем не удивлю вас, потому что тот шашлык, который я могу есть, ну да, неплохо, хорошо. Это такая примитивная классика для всех, без исключения. То есть тот, который с уксусом, который с уксусным вкусом, с кислинкой такой. Мне именно эта кислинка вот там условно и нравится. И у меня там зреет ролик про шашлык, чтобы показать в этом ролике основные моменты, основные вещества, с помощью которого мясо размягчается и какие ошибки на этом пути подстерегают при приготовлении шашлыков. Но сам по себе шашлык – это не та и дата, которую я фанатею, и никаких каких-то супер-бупер-открытий в рамках приготовления этого не ждите. То есть это будет опять же ролик технологии и техника. Предполагаю, что у каждого из вас есть свой годами проверенный рецепт шашлыка, который вы готовите чаще всего и который, видимо, вам нравится больше всего. Поэтому, ну, вряд ли, что-то там узнаете. Хотя, чуть-чуть не шутит. Ладно, на этом давайте завершим наш сегодняшний выпуск. Если поднаберутся еще вопросы, я еще сниму, досниму выпуск ответов на вопросы, покороче, чем этот. Спасибо за компанию и всем пока!